Загогулинка есть. Что говорят о легитимности Зеленского и на чьей стороне закон? Я расскажу вам об Украине своей мечты. С этих слов пять лет назад начиналась предвыборная программа будущего президента Владимира Зеленского. Популярный актер, который решил опробовать свои силы на политическом поприще, обещал своим избирателям такую Украину, из которой не станут бежать люди, где стрелять будут лишь салюты на свадьбах, где врачи и учителя смогут получать реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки. На фоне сегодняшней действительности эти мечты скорее выглядят жестокой насмешкой. Этой весной в Украине должны были пройти очередные президентские выборы. А в ночь с 20 на 21 мая должен был завершиться пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента. И далее все зависело бы от выбора народа. Украинцы могли дать Зеленскому второй шанс или же поверить в мечты нового лидера. Однако выборы в стране так и не прошли. А Зеленский остается в должности главы государства. В Киеве заявляют, что страна находится в состоянии военного конфликта. А закон о правовом режиме военного положения прямо запрещает проведение в этот период любых выборов. С другой стороны, Конституция предусматривает, что выборы без каких-либо исключений должны проводиться на пятый год каденции – в последнее воскресенье марта. В связи с этим в Украине уже не первый месяц ведутся жаркие споры. Одни считают, что вопрос дальнейшего пребывания Зеленского на посту президента не стоит даже обсуждать. Все в рамках закона. Другие всерьез ставят под вопрос легитимность Зеленского. На Западе в законности дальнейшего пребывания Зеленского в должности президента не сомневаются, по крайней мере на данный момент. И любые дискуссии по этому поводу называют происками Кремля. Вот только позиция Москвы в данном вопросе может оказаться определяющей. Как ранее заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, легитимность Зеленского имеет значение для России. Ведь судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями. Проблема 20 мая и шпионские игры. Какова оппозиция Киева? В феврале 2024 года на пресс-конференции в Киеве Зеленский прокомментировал свой статус после даты окончания президентских полномочий после 20 мая. По его словам, за дискуссии о его легитимности стоит Кремль. О легитимности это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины. Это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы все разведки G7 имеют. Для всех в принципе понятно, что это программа россиян. Все против этого. Абсолютно все. По его словам, некоторые из лидеров стран G7 даже называют фамилии тех, кто внутри Украины поднимает этот нарратив. «Я знаю, что у некоторых журналистов Соединенных Штатов также есть эти документы. В документе есть даже суммы, предусмотренные тем или иным институтом, чтобы поднимать эту тему», сказал украинский лидер. Тот же нарратив продвигает и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Мы четко понимаем, что имеем дело с российской информационной компанией, к которой присоединяются некоторые украинские даже не агенты, а люди, для которых их эго и их стремление напомнить о себе важнее, чем обороноспособность Украины», заявил Подоляк в интервью BBC. Он утверждает, что одна из целей раскручивания проблемы 20 мая – посеять среди западных партнеров Киева сомнения в легитимности украинского руководства. «Если тема нелегитимности Зеленского станет частью мейнстримных дискуссий на Западе, то это приведет к нарастанию усталости от Украины и отказу от поддержки Киева». В этой связи, отметил Подоляк, украинские власти проводят интенсивную непубличную разъяснительную кампанию среди зарубежных политических элит. Тому, что в Киеве назначат Москву главным виновным в развитии дискуссии о легитимности Зеленского, можно было и не удивляться. Тем не менее, заявления Зеленского и Подоляка не дают ответа на главный вопрос – на чьей стороне закон. Как отмечает украинское издание «Страна», в вопросе с легитимностью Зеленского имеет место быть юридическая коллизия. С одной стороны, в Украине действует закон о правовом режиме военного положения, который прямо запрещает проведение любых выборов при военном положении – от выборов президента и Верховной Рады до местных советов или референдумов. О том же говорит избирательный кодекс. С другой стороны, Конституция Украины предусматривает без каких-либо исключений, что выборы должны проводиться на пятый год каденции – в последнее воскресенье марта. В офисе Зеленского ссылаются на статью Конституции о том, что полномочия действующего президента заканчиваются в день вступления в должность нового президента. Споры об этой коллизии ведутся давно. Точку в них мог бы поставить Конституционный суд, но власти к нему с вопросом о легитимности президента не обращались. Как писали СМИ, из опасения, что КСУ вынесет вердикт, не в пользу Зеленского, отмечает страна. В недавнем интервью BBC министр юстиции Украины Денис Малюсько заявил, что нормы украинской Конституции по поводу срока полномочий президента в военное время сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем построить теории заговора, тот это найдет. Спросить бы у авторов-разработчиков, была ли в этом какая-то глобальная идея. Это бы мне было очень интересно. Я подозреваю, что это был недостаток техники, невнимательность. Продолжил Малюсько. Он отметил, что в середине 90-х, когда разрабатывался текст украинской Конституции, ее авторы и представить себе не могли, что Украина будет воевать по-настоящему. Поэтому и отнеслись к соответствующим положениям несерьезно. Прецедент уже есть. Что пишут украинские СМИ? Украинское издание «Факты» убеждает читателей, что рассуждать на тему легитимности нет никакого смысла, поскольку в Украине ведутся боевые действия. Согласно Конституции, 31 марта 2024 года должны были пройти очередные выборы президента Украины. И кто знает, остался бы в своем кабинете на Банковой Владимир Зеленский, если бы они состоялись. Однако рассуждать на эту тему нет никакого смысла, поскольку выборы в условиях войны невозможны априори, даже если истекает определенный основным законом срок пребывания в должности главы государства, пишет издание. Тем не менее, журналисты признают. Вот уже несколько месяцев на тему легитимности Зеленского идут оживленные дискуссии, ломают копья юристы, эксперты и политологи. Одни говорят, что конституционные права граждан Украины избирать и быть избранными не обеспечены. А пролонгацию управления режима Зеленского считают неконституционной. Их оппоненты убеждены, что дискуссия о легитимности президента – это напрасно потраченное время, поскольку закон о правовом режиме военного положения запрещает проведение любых выборов. Существует еще один вариант, который предлагают некоторые юристы. Зеленский должен пойти в отставку и передать свои полномочия спикеру Верховной Рады. В этой связи издания «Факты» отмечают, что подобный прецедент в истории современной Украины уже есть. С 23 февраля 2014 года, когда в Украине произошел госпереворот, до 7 июня дня инаугурации Петра Порошенко, спикер парламента Александр Турчинов руководил государством. Почему бы не сделать так же? Задается вопросом издания. Украинское издание «Страна» отмечает, что позиция украинских властей ясна. Легитимность Зеленского не подвергается сомнению, а те, кто думает иначе, работают на Москву. Официальная позиция Запада в общем и целом – в поддержку Зеленского. Там его легитимность не оспаривают, хотя ряд крупных западных СМИ в последние дни на эту тему обращали внимание. Впрочем, главная проблема президента сейчас не разговоры о его легитимности, пишет «Страна». Главная проблема – ситуация на фронте и внутри страны, которая в последнее время заметно ухудшилась. И если Зеленскому не удастся переломить эту тенденцию, то все его многочисленные оппоненты внутри Украины и за ее пределами могут попытаться использовать тяжелое положение для смены власти в стране. И тогда вопрос о 20 мая может стать одним из формальных поводов для этого. Хромая утка в глазах мировых лидеров. Что думают на Западе? На прошлой неделе Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что сроки проведения в Украине новых выборов зависят от воли населения страны. «Поэтому мы работаем с правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить украинскую инфраструктуру по проведению выборов. Благодаря этому, как только украинцы согласятся, что условия позволяют, все украинцы, включая перемещенных лиц, смогут воспользоваться правом голоса», — сказал глава Госдепа. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что только от Украины зависит, нужно ли проводить выборы. «Что касается выборов в Украине, это внутреннее дело Украины. И не мне это комментировать», — сказала глава ЕК. В том же духе высказался глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Что касается выборов в Украине, это не мое дело. Я отвечаю за внешнюю политику Европейского Союза, а не за внутреннюю политику отдельных стран и, менее всего, Украины», — сказал Боррель. В то же время глава парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс ранее заявлял, что Украина должна провести выборы. «Это не наш вопрос указывать, как это сделать, но, конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы, потому что это ваши обязательства по уставу Совета Европы», — говорил Кокс. Ситуацию прокомментировали и в ООН. Официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик сегодня заявил, что Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства. «Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал Дюжарик. Тема с легитимностью Зеленского обсуждается и в западных СМИ. В BBC, проштудировав украинские законы, пришли к выводу, что всему виной вездесущая рука Кремля. Якобы именно с подачи Москвы в мире был поднят вопрос легитимности Зеленского после 20 мая. Для российской пропаганды и ряда украинских оппонентов Зеленского 20 мая — его последний день на должности президента Украины. День, в которой Зеленский превращается в просроченного президента, а Украина в государство без легитимной власти. Киевские собеседники BBC утверждают, что таким образом прямо сейчас разворачивается самая масштабная комплексная информационная операция российских спецслужб в истории, цель которой — свержение в Украине законной власти и военное поражение Киева, утверждает BBC. Так что вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая яйца выеденного не стоит. А суть проблемы заключается всего лишь в коллизии нескольких статей украинской конституции, отмечает BBC. Американское издание Newsweek считает, что Зеленский мог отказаться проводить выборы, опасаясь, что проиграет. Мог ли действующий президент Владимир Зеленский выйти победителем после пяти лет пребывания у власти? Мог ли он победить, показав миру свою неспособность, или отсутствие желания бороться с коррупцией, разъедающей его страну? Нет никаких шансов дать на это однозначный ответ, поскольку история не знает сослагательного наклонения. То, почему выборы в Украине не были назначены вовремя и не ожидаются в ближайшее время, может объясняться тем, что сам Зеленский видел возможность своего провала, говорится в статье. Политические оппоненты Зеленского все чаще заявляют, что его президентство должно было завершиться 20 мая. И выражают сомнения в его дальнейшей легитимности. Издания отмечают, что Зеленский мог обратиться в Конституционный суд с просьбой дать разъяснение касательно легитимности. Однако украинский лидер этого не сделал. Как объяснил министр юстиции Украины Денис Малюсько, Зеленский не хотел допустить раскачивание политической лодки. Учитывая проблемы с безопасностью в стране, открыто ставить под сомнение авторитет президента было бы серьезной ошибкой, сказал министр. Однако решение не обращаться за разъяснениями в Конституционный суд представляет собой значительный риск как для самого Зеленского, так и для всего народа Украины, пишет Newsweek. Вопросы, связанные с авторитетом украинского президента, могут сделать из него хромую утку в глазах мировых лидеров, которые видят в нем главное препятствие в поиске компромиссного решения в продолжающемся конфликте на европейском континенте. Политическая стабильность является вопросом первостепенной важности для Украины, но не менее важна и политическая легитимность. Без этого Зеленский, который мало что узнал о дипломатии и компромиссе за годы конфликта, возможно, никогда не получит шанса добиться большего для своей страны, пишет издание. О возможных проблемах в связи с истечением президентских полномочий Зеленского еще месяц назад предупреждал белорусский лидер Александр Лукашенко. Президента спросили, почему он считает, что Украина скоро одумается. «Я чувствую, что происходит в Украине. Не хочу, чтобы Владимир Александрович Зеленский обиделся на меня. Я вчера президенту Путину об этом говорил. Сравнивал. Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит внутри Украины. Главное – это внутри. В начале СВО Володю Зеленского поддерживали почти 98%. Сегодня разнятся цифры. Кто-то говорит 34%, а последние данные у россиян – около 14%. Самый высокий рейтинг у заложного – 35%. «Все равно немного. Видите, какое падение, если говорить о президенте», – отметил глава государства. Он также отметил, что в мае у Зеленского заканчивается срок полномочий, и это может породить проблему легитимности тех или иных потенциальных соглашений. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет, ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у президента Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, как по Минским соглашениям, помните? Они это все отбросят и скажут. «Да это нелегитимный президент подписывал. Я вообще этого не знаю», – новый президент скажет. Смоделировал возможную ситуацию у Лукашенко. Глава государства считает, что такое реально может произойти. Особенно, не дай бог, там Петр Порошенко придет к власти. Он скажет, я это не знаю и знать не хочу. Завтра ему на карман надавят. Миллиарда же жмут всегда американцы и скажут, продолжай войну. Будет продолжаться война. Поэтому, как говорил первый президент России, загогуленка какая-то есть, добавил Лукашенко. А в мае во время визита в Китай на тему легитимности высказался президент России. «Для нас это, конечно, имеет значение. Потому что если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», – сказал Путин. Он также отметил, что вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая должен быть решен в Украине ее правовой и политической системами.